Слава Господу! Это 1 Петра, 2 глава, 6 стиха. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаясь и не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Аминь. Слава нашему Господу. И у меня вот из этого текста, я бы хотел, есть две мысли. Я такие, как бы, чтобы нам, для нас всех получилось, потому что, получается, предыдущий брат, ну и сестра свидетельствует, и предыдущий брат проповедовал, и он с мира пришел. И вот тоже брат, кто начинал служение, тоже с мира пришел. И вот у нас, как бы, есть... Нет, я просто сейчас объясню. И есть, как бы, один такой момент в нашем случае, в нашем случае, мы вот некогда не помилованные, теперь помилованные, и у нас... Я бы не хотел, чтобы мы сели по разные, как бы, края зала. Нет. Получается, ну, выходит, что, конкретно, что касаясь меня, в Боге, то у меня бывают такие ситуации. Они в одну сторону, и кто-то другой этого может не понять. Есть, наоборот, есть люди... Вот брат будет заканчивать служение, проповедовать. Вот он с детства верующий. У него немного все там по-другому было. Аминь, аминь. И вот, получается, я в Библии прочитал два текста, и они оба разные. Там есть две совершенно разных ситуации. И я хотел бы эти тексты сейчас так вместе посмотреть именно в новозаветнем свете. Вот мы у Бога, вот этот избранный род, люди, да, которых он так призвал, и на нас он определенные возлагает, у Бога есть надежды на нас. И он на всех своих, кого он как бы спас, он обо всех людях, он как бы о них наперед думает. И даже Саула, вот я вам приведу пример Саула, он на него возложил что-то там, да, он там его царем поставил, но потом, когда Саул как бы, он Самуилу, Бог говорит, жалею. То есть у него было, получается, о Сауле наперед, какая-то мысль, он что-то от него надеялся, но потом, когда Саула снесло, и Бог говорит Самуилу, я жалею. То есть он, ну, не получилось. Как бы я хотел, чтобы я ему, и я, так это слово, я недавно его тоже зачитывал, как виноградник в Исаии написано, что Бог как бы все сделал со своей стороны, и предупредил, и благословил, и это же не то, что Он его оставил один на один, Он именно все сделал. И вот два текста, которые я хочу прочитать, разные совершенно. Один текст звучит вот так. Так сказал Господь Савов, это Агей, первая глава, второй стих. Так сказал Господь Савов, народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом этот в запустении. И второй текст, который я хочу прочитать, второй вот так, получается, текст звучит. «Слушайте слово Господне, князья садомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский». Ну, то есть, этих городов уже не существует, людей таких не существует, там ничего нету. Просто получается, Бог через пророка, пытаясь показать вообще своему народу, это об израильском народе, Он к ним так, ну, чтобы не гуши открылись, даже, может, они уже и разучились слышать Бога, но получается, чтобы они, как же, мы немы, израильтяне, ну, уже вот так. И дальше смотрите, как написано. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен все сожжениями, овнов и туков, откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов, не хочу. Когда вы приходите, являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». И два текста, которые я прочитал, они оба ветхозаветные, но я бы хотел их сегодня посмотреть вот в нашей жизни. Выходит, какая ситуация? Один вариант – это люди, которые дружат, у них все хорошо, украшенные дома написано, но нету, получается, храма. Нету вообще, ну вообще Бога там нету, получается. И он говорит, как это, вы мой дом не хотите строить, а себе уже все сделали, все построили. И второй текст говорит о том, получается, что приносят, приносят жертвы, несут, но Бог говорит, ну они мне неприятны, мне, вы слышали, когда написано, терпеть не могу. То есть, это как тягостно для Господа. И вот я просто, ну смотря свою жизнь, что я, как бы, как я это понимаю? Я понимаю это так, что мы в нашей жизни христианской, у нас это может выйти, вот я скажу, с моей стороны, я вам уже сказал, да, что я из мира пришел, получается, что у меня была такая ситуация, я прочитал именно, вот первый текст, он о священниках говорит, он говорит о том, что Бог, он так призвал, есть у него определенные надежды. И я в своей жизни, за одного человека на реабилитации, ну я вообще совершенно, за него был не рад. То есть, получается, мне было все равно, получится у него что-то, не получится, то есть, как бы даже, ну вот он для меня, как бы, я понимаю, что если Бог, он меня призвал на то, чтобы мы, как бы, создавали, это церковь, строили, то я, получается, камень от камня, вроде как бы, даже не хочу, чтобы мы устроились вместе, вроде как бы, и у меня сейчас вот с женой бывает, вот она его ребенка держит на руках, и я к ней подхожу, тоже обнимать, и он меня отталкивает, ну вроде внует, вроде хочет, чтобы как бы мама, ну его была. И это самое, я находил себя на реабилитации, ну такой, что есть человек, и Бог, он нас собирает, и тот текст, который я первый читал, то есть, там именно как раз об этом говорится, вы живые камни, то есть, он как бы, то и написано, устрояйте из себя дом духовный, а я этого человека вообще отталкиваю. И раз была у меня такая ситуация, получается, приехал брат, и я, ну слушая проповеди, и как бы читая описание, я так посмотрел, думаю, начну за него молиться, чтобы его Бог благословил, и его Бог благословил, получается, и его поставили надо мной ответственным служителем, как бы, и я вообще не возрадовался вообще, то есть, я как бы, я себе представлял, что как бы, ну его Бог как-то благословит, он там оденется, там, ну, что-то у него в жизни там наладится, но получается, когда его Бог именно поставил надо мной служителем, и он как бы начал мне говорить, куда мне, что, ну все, стал надо мной ответить, Вот я не обрадовался вообще. И вот получается, о чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что мы в Боге, люди, которые пришли именно с мира, я вот об этом сейчас, это мысль, которая из Исаии, можем думать только о себе. Мы от Бога уже получили и кто прищепку, и кто кролика, и еще что-то. И получается, и только я, и мне вот хорошо. И другие мне люди вообще не надо. Я с ними могу даже не здороваться. И даже я с одной сестрой когда-то общался, мы с ней сели общаться, и она говорит мне, почему братья с реабилитацией с нами не здороваются? Между собой поздоровались и разошлись себе по своим, каждый все занятый по своим делам. Старшая сестра в церкви, все мимо попроходили, никто не сказал ни приветствую, ни Божьих благословений. Вот ее, как бы, ну, так она это заметила. Я не знаю. И действительно, я понимаю, что получается, для устроения Божьего дома ничего не делается. То есть я только о себе, я помолился о себе, я подумал о себе. Если так уж получилось, я помолился о другом, и тут его Бог благословил, я уже, Боже, думаю, лучше бы не молился. Ну, именно, то есть, как бы, не так, а в Писании не так. Получается, в Писании так, что мы сразу радоваться должны, аллилуйя, что Бог, Он так благословил. И я нашел, получается, что я могу стать в церкви таким человеком, приносить жертвы, как бы, все очень, вот, как бы, стараться. Но Бог говорит, я тебя именно поставил, как бы, одним из камней. Я хочу, чтобы ты устроился в церкви, в эту общину, чтобы была, чтобы вы между собой дружили. А не так, что ты сам себе всех протолкал, ну, зато ты, вот, вроде, как бы, оправдался сам. Получается, и Бог, Он тогда говорит к таким людям, которые просто сами на себе сосредоточены. Он им говорит, что вы, когда приходите, топчете дворы. Ну, просто, мне даже, говорит, неприятно. То есть, аж томится. И теперь второй момент, который я прочитал из Агея. Получается, другая ситуация. Есть молодежь, которая вырастает в церкви, люди, которые подружились, познакомились. И они между собой так дружат. Они даже, возможно, не знают других, вообще друзей. То есть, ну, с мирскими с самого начала им сказали, да, это люди, с ними лучше не общаться. Вот, как рассказывала сестра, что она, да, там, до ПТУ вообще одна только не курила. Получается, я к тому, что... И вот между собой дружат, между собой все у них так получается. По работе там, по тому, по служениям. Но получается, но Божий дом не устрояют. Ну, как бы, то есть, чисто своей жизнью устрояют. Получается, для них именно... И Бог говорит, хорошо вы в таких украшенных домах начали жить. Хорошо, как бы вы... Так между собой у вас все хорошо. А мой дом в запустении остается. И вот, я бы, получается, когда читая вот этот текст о том, что Бог, Он, этот краеугольный камень наш Иисус, и мы к Нему прилагаемся, и Он от нас ожидает, чтобы мы, не важно, кого, как из нас Бог помиловал и спас, но чтобы мы, получается, положили себе в сердце устроять этот духовный дом. Я прочитаю, как... Смотрите, как написано. Здесь просто в этом... Это 4-й и 5-й стих 2-й главы 1-го Петра. Приступая к Нему камню живому, людям отверженному, но Богом избранному, драгоценному... Это одна часть. Мы к Нему приступаем, получается, и от Него получаем спасение. Я от Него получил спасение, освобождение от Него получил. Меня Бог благословил. Но дальше Бог говорит, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И вот этот текст, который я хотел, ну, вместе для нас сегодня. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы, как бы, рассмотрели, чтобы так не получилось в нашей жизни, что Бог просто говорит, ну, это хорошо, ты принес жертвы, но мне из-за того, что ты ни на кого больше не обращаешь внимания, ни с кем не дружишь, как бы не устрояешь в этот дом, мне тоже, как бы, там просто, как бы, в Исаии, там вообще написано, что доходит. Я обоясню ситуацию, потому что я за собой замечал, когда ты просто перестаешь именно даже сначала просто какие-то хорошие отношения, если ты начинаешь просто так вот пришел и пошел, и так с кем-то тем не поздоровался, с тем не поздоровался, если бы оно на этом, допустим, что касается, да, меня, заканчивалось, но оно обычно, если человек, он в такое состояние входит, что он, как бы, такой сам себе, вот он с Богом поговорил, жертву принес сам себе, то получается, дальше в Исаии написано, что оно просто так не бывает, оно дальше перерастает в то, что начинается беззаконие, написано кровопролитие, то есть руки в крови становятся, получается, да, и где-то в Новом Завете написано, что ненавидящий брата, ну, то же самое, что человека-убийца, и, то есть, получается, когда ты перестал вообще прилагать усилия к тому, чтобы с братом общаться, с сестрой, ну, дружить, именно, как бы, общность эту создавать, ну, оно не просто ты стал такой недружелюбный, а получается, руки в крови выходят, и второе, то, чтобы мы, получается, не просто начали увлекаться друг другом, находить друг друга, друзей, потому что я когда-то, ну, с братом сел вот так общаться, по-моему, перед ночной молитвой, и он такую фразу сказал, он с другой, с другого города, с другой церкви, и он такую сказал фразу, вроде как, клуб по интересам, то есть, есть такое словосочетание, что не церковь, а клуб по интересам, ну, это он не нас имел в виду, а он говорит, что он знаком уже был, получается, то есть, между собой все дружат, все друг от друга что-то, ну, просто потому, как бы, где-то не нашли друзей, вот тут нашли, и так себе дружатся, дружатся, а получается, но Бога там они не приглашают, Бога, как бы, о горнем не думают, просто время проводят, негде больше провести время, вот провели время, и, ну, вот такое слово я хотел бы, пусть нам Бог поможет, чтобы мы, получается, ну, видели себя, и видели себя частью тела, видели себя людьми, которые любят друг друга, которые любят ближнего, там, я прочитаю это слово, как тут написано, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, вот такое слово, пусть нам Бог поможет, аминь.